Привет, меня зовут Елена Рассохина, и я хочу поделиться с вами своими мыслями по поводу некоторых странных, и не очень, событий последних дней. Недавно была шумиха вокруг фотосессии Эммы Уотсон для Уэнити Фейера, в которой недоброжелатели разглядели лицемерие со стороны актрисы, мол, она так борется за права женщин, а сама посмотрите, светит дамскими прелестями в журнале. Актриса была вынуждена комментировать снимки и сделала это красиво. Феминизм это право женщин на выбор, это не палка, которой можно бить других женщин, это о свободе, освобождении и равенстве. И я не понимаю, какое отношение к этому имеет моя грудь. Но прошло совсем немного времени, как на Рэддите появилась запись о том, что в сеть якобы слили видео того, как Эмма принимает ванну, а также более сотни снимков того, как она примеряет купальники и разные платья и костюмы. Помимо Уотсон, жертвой хакеров стала актриса Аманда Сейферит, но хотя и поговаривают, что фотки с ней в разы похлеще, чем у Эммы, все говорят прежде всего об Эмме. Также злоумышленники обещали материалы и с другими знаменитостями. Пиар-менеджер Эммы подтвердила, что материалы были украдены и что актриса обратилась к адвокатам по этому поводу. Ее представитель даже объяснила, что этим материалам не один год и что она примеряет наряды со стилистом и что это необнаженные снимки. Не знаю, как вам, а по-моему, то, что эти события не смогли испортить репутацию, актриса говорит о ее честности и крутости. Эмма Уотсон, если вы не в курсе, помимо того, что Гермиона из Гарри Поттера, умница, красавица и хорошая девушка. Не только актриса и модель, но еще и защитница прав женщин и посол доброй воли ООН-женщина. Ну а что касается украденных фотографий, это нифига не айс. От этой ситуации как-то неловко. Если помните, то пару лет назад один чел устроил слив интимных материалов звезд, где было огромное количество фоток. Это явление тогда прозвали фэппенинг. Так вот, его осудили, он получил реальный срок и по делу, ибо нефиг. На внешне на что-нибудь интересненькое, скидываю не на вас на котелок. Расскажи быстренько о коротенькой. Проскочил в СМИ слушок, что кинокомпания Warner Bros. собралась перезапустить Матрицу. Подробности типа, приимут ли в этом участики Анну Ривсу, теперь уже сестры, Вачовски пока нет. Да и вообще, пока что новость сопровождается лишь тем, что к перезапуску хотят привлечь сценариста Зака Пенна, который написал пару людей Икса Мстителей, а главную роль отдать Майклу Б. Джордану. Ну не знаю, ребят, как вам, а у меня об этом одна реакция. Зачем? То есть, да, я понимаю, что ради побосика, но зачем? Она и так относительно новая, графон в порядке, актеры и вообще, погнали дальше. Роскосмос объявил об открытом наборе космонавтов для полета на новом корабле Федерации к МКС и на Луну, который будет проходить до конца этого года. В декабре будут подведены итоги и выберут в результате 6-8 человек. Требования к кандидатам, разумеется, серьезные. Это будут граждане РФ до 35 лет, имеющие вышку по инженерам, научным или летным специальностям, а также опыт работы в этих сферах. Приоритет будет у тех, кто уже имеет опыт в авиационной и ракетно-космической промышленности. Также надо знать английский, иметь способность к изучению космической техники, уметь в компы и другие сложные штуки. Так что с бухты-барахты туда, к сожалению, не попасть. Конкурсантов ждет несколько этапов отбора. По образованию профпригодности, медицинские обследования, психологические исследования, тесты по физподготовке. Но если вдруг вы мечтали стать космонавтом и всем этим требованиям вы соответствуете, то сейчас самое время подать документы и, возможно, этот год станет вашим самым счастливым. К следующей истории. Неделю назад мы с вами похихикали с девушек, которые берут в аренду огромные букеты цветов для селфи, чтобы взбудорожить подруг, подписчиков и бывших. А тут всплыла новость о схожем сервисе в Японии. Только в нем предлагают делать фотки не с цветами, а с людьми. Компания Family Romance предлагает каталог с актерами, которых можно выбрать для фотосессии. Два часа на селфи будет стоить примерно 73 доллара. И количество людей, которые приедут пофоткаться, ограничено только финансовыми возможностями клиента. По мнению сервиса, услуга может заинтересовать людей, у которых мало друзей, но им хотелось бы иметь большую компанию хотя бы на снимках. И это как-то охрененно грустно. Ну и по классике, для тех, кто хочет понервировать бывших после расставания. Честно говоря, я не раз слышала, что в Японии много одиноких людей, и это куда намного более грустно, чем шикарные московские букеты. А в целом, такие услуги, на мой взгляд, интересны тем, что они отображают интересный спрос, который формируется в нашем обществе. Ну а напоследок у меня история про одного фантазера из Питцбурга, который на протяжении пары лет выдавал себя за секретного агента, чтобы понравиться дамочкам. На каком-то китайском сайте он приобрел фальшивое удостоверение и значки спецслужб, чтобы при удобном случае охмурять доверчивых девушек. Детка, я из ФБР. Кстати, ему это даже удалось, на одной из таких дам он женился. Но ладно бы он только девушек пытался впечатлить. Ему так понравилось быть спецагентом, что он в отелях требовал госномера, да и попался на том, что когда его на дороге остановил полицейский, он и ему удостоверением посвятил. Тут-то его и поймали. В чем-то подобном можно было бы рассмотреть хищение личности и подделку госдокументов, что наверняка строго карается. Но в свою защиту мужчина в суде сказал, что он не плохой человек, а глупый. Возможно, это расставило некоторые вещи по местам. Помимо чистосердечного признания в своей недалекости, мужчина также ухаживает за матерью-вдовой и сестрой-инвалидом. Поэтому вместо полугода заключения ему дали два года условно и штраф 500 долларов. В целом он еще неплохо отделался. И, возможно, наибольшим наказанием для него сейчас будут разборки с супругой. Ну а вы, ребята и девчата, подписывайтесь на Неновости, ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось, а также подписывайтесь на мой инстаграм и ищите мне автографии. А я напоминаю, что это шоу выходит благодаря замечательным людям, которые поддерживают нас на поддержи.неновости.ру. Спасибо вам. С вами была Елена Рассохина. Пока. И всем удачных выходных. С вами был Игорь Негода.